Легенды Крыма. Грибы отца Самсония. Кизельтажское сказание. В те времена, когда Кизельтаж был еще Кеновией, и все население его состояло из десятка монахов, епархиальное начальство прислало туда на эпидемию некоего отца Самсония. В Кеновии скоро полюбили нового иеромонаха, полюбили за его веселый и добрый нрав, за сердечную простоту и общительность. В свой черед и отец Самсоний привязался к обители, которую управлял тогда великой душой человек, игумен Николай. Монастырь сроднился с горами, окружавшими высокий стеной монастырь, но сжился с лесной глушью и навсегда остался в Кизельтаже. В монастырь редко кто заглядывал из богомольцев. Соседи татары относились к нему враждебно, и монахам приходилось жить лишь тем, что они могли добыть своим личным трудом. Только раза два-три в год наезжала помолиться Богу, а кстати по ягоду и грибы местная тузская помещица с семьей, и тогда дни эти были настоящим праздником для всех монахов, и особенно для отца Самсония. Монахи слышали звонкие женские голоса, общались со свежими наезжими людьми, которые вносили в их серую обыденную жизнь много радости и оживления. Отец Самсоний знал, как никто, все грибные и ягодные места, умел занять приветным словом дорогих гостей, и потому пользовался в семье помещицы особым расположением. Уезжая из обители, гости оставляли разные съедобные припасы, которые монахи экономно сберегали для торжественного случая. Так шли годы, и как-то незаметно для себя и других молодая жизнерадостная помещица обратилась в хворую старуху. Отец Самсоний стал напоминать высохший на корню гриб, не надобный ни себе, ни людям. Почти не сходил он с своего крылечка, оббитого виноградной лозой. И если воскресал в нем прежний любитель грибного спорта, то только тогда, когда приезжали по гриббе старые атусские друзья. И вот однажды, когда настала грибная пора, игумен, угощая отца Самсония после церковной службы, обычной рюмкой водки, сказал «По грибы больше не поведешь. Почему? Еле ноги волочить. Не дойду, говорит. А был ей будто сон, в тот год, когда по грибе не пойдет, в тот год и помрет, сокрушается». Жальствовала отцу Самсонию не из корысти, а от чистого сердца. Сообразил он что-то и стал просить. «А вы ее, отец игумен, все-таки уговорите. Грибы будут сейчас за церковью в Дубняке». «Насадишь, что ли?» – усмехнулся отец Николай, обещал похлопотать. И действительно, помещица, к общему удивлению, собралась и приехала со всей семьей в монастырь. Обрадовались все и радовалась она, услышав знакомый благовест монастырского колокола. Точно легче стало на душе и притихла на время болезнь. «Ну вот и слава Богу!» – ликовал, потирая руки, отец Самсоний. «Отдохните в церкви, помолитесь, а завтра по грибе». А сам с ночи отправился в грибную балку у Луси горы и к утру, когда еще все спали, успел посадить в Дубняке за церковью целую корзину запеканок. Только что кончил свои хлопоты, как ударил колокол. Перекрестился отец Самсоний и сел под развесистым дубом отдохнуть. От усталости старчески дрожали руки и ноги, и колыхалось, сжималось отрыхлевшее сердце. Но светло и радостно было на душе, потому что успел делать все, как задумал. «Глядеть, с верхней скальной кельи спускается суровый схимник, старец Геласий. Побаивался отец Самсоний и старца, избегал встречи с ним. Когда всех корил Геласий, никто не видел, чтобы он когда-нибудь улыбнулся. Мирской суетой занимаешься, обман пакостный придумываешь, посвящение свое забыл. «Фу, прости, Господи!» – отплюнулся старец и побрел в церковь. Упала от этих слов сердце у отца Самсония. Ушла куда-то светлая радость и не вернулась. Когда очарованная старуха, срывая искусно насаженную запеканку, воскликнула. «Ну, значит, еще мне суждено пожить». А я уж и не чаял дотянуть. «Да что с тобой, отец Самсоний!» – добавила она, поглядывая на Самсоний. Нездоровится что-то, состарился с ударами. И хотел подбодриться, как видит, возвращается Геласий из церкви. К ним присматривается. Остановился, погрозил пальцем. «Где копал, там тебя скоро зароют». Испугался Самсоний пророческому слову старца. Всегда сбывалось оно. «Скоро зароют». «Да что с тобой стало, с отец Самсоний?» – допытывался помещица, уезжая из монастыря. А к ноте отец Самсоний почувствовал себя так плохо, что вызвал игумена и поведал ему о своем тяжком нездоровье, о том, как горил и что придрек ему Геласий, и как неспокойно стало у него на душе. Ну, грех невелик, успокаивал добрый игумен, а за светлую радость людям тебя сам Бог наградит. Пошел игумен к Геласию просил успокоить болезнующего, но не вышло ничего. Отмалчивался Геласий, и только когда уходил игумен, бросил недобрым словом. На отпевание приду. И случилось все так, как предсказал Геласий. Недолго хворал отец Самсоний и почувствовал, что пришла смерть. Отцеборовали умирающего, простились с ним братья. Остался у постели один иеромонах и стал читать отходную. Вдруг видит, поднялся на локтях Самсоний, откинулся к стене, а на стене висела вязка сухих грибов. И засветились они точно венец вокруг Лика Святого. Вдохнул глубоко Самсоний и спустил дух. Рассказали монахи друг другу об этом и стали коситься на Геласе. А Геласий трое суток, не отходя от гроба, клал земные поклоны, молился и шептал. Ушел грех, осталась святость. Как понять, не знали монахи, и была между ними тревога и жуть. Еще больше пошло толков, когда, придя на девятый день к могиле отца Самсония, а похоронили его по указанию схимников в Дубняке за церковью, увидели, что у могильного креста выросли грибы. Порывал их Ага и Ангел, Иродьякон, Игумен, Окропитель, Место Святой Водой. Собор не отслужили сугубую по нехиду. А на сороковой день повторилось тоже, и не знали, что думать. По греху ли по святости совершается? Пошли у монахов сны об отце Самсонии. Стали поговорить, будто каждую ночь вырастают на могиле его грибы. А к последней звезде Ангел Божий собирает их и светится все кругом. Стали замечать, что если больному отворить гриб, сорванный вблизи могилы, то делается лучше. Так говорили все в один голос. И только Геласий схимник хранил гробовое молчание, и никогда не вспоминал об отце Самсонии. А вот как раз в полугодие кончины Самсония случилась с Геласием беда. Упал, сходя с лестницы, сломал ногу и впал без памятства. Собрались в скелии старцы-монахи. Не узнал никого Геласий. А когда игумен хотел его приобщить, оттолкнул чашу с дарами. Скорбел игумен и молил Бога в разуме старца. Коснулась молитва души Геласия. Поднялись веки его. Принял святые дары, светло улыбнулся людям и чуть слышно прошептал. Помните грибы отца Самсония? То были святые грибы. Пояснение крымской легенде грибы отца Самсония. После сожженного в 1866 году татарами игумена Парфения и в течение последующей четверти века настоятелем кизельтарской киновии был игумен Николай, о котором все окрестное население доселе вспоминает с благоговением, как о светлом и гуманном человеке, отличавшемся необыкновенной добротой и отзывчивостью. Отец Самсоний жил в киновии в 60-х годах 19-го столетия. Эпизод с грибами, украшенный впоследствии легендарными подробностями, имел место в действительности.